Такси Гранд Авто Канал ОТС Детям до 16 Смотреть не рекомендуется В студии работает Мария Никитина Здравствуйте, мы начинаем За деньги пускали покурить и у колонца Где содержали домашний наркопритон И что грозит его владельцам Разобрали фундамент Обнаружили мину Почему снаряд не заинтересовал правоохранителей И несколько дней пролежал в земле Признал вину и выслушал приговор В особом порядке За что специалист по борьбе с насекомыми Оказался на скамье подсудимых Цена двух жизней Дорогостоящий Лексус Предполагаемому заказчику убийства беременной женщины На улице Рассветной Предъявили обвинение Правоохранители выяснили Что именно Константин Кононович Стал заказчиком убийства бывшей невестки Напомню, пожилой житель Калининского района Новосибирска Решил избавиться от родственницы И для этой цели нашел двух киллеров Из города Миллера в Ростовской области За вознаграждение в виде автомобиля Лексус и крупные суммы денег Наемники согласились лишить жизни Молодую женщину, которая была на пятом месяце беременности Изначально уголовное дело Возбудили по части 1 статьи 105 Однако позже следователи Ужесточили обвинение Ответить Константину Кононовичу Предстоит за организацию убийства Завершенного группой лиц Это влечет за собой самое строгое наказание Вплоть до пожизненного лишения свободы Непосредственным исполнителям Олегу Маркову и Сергею Калинину Предъявят обвинения в ближайшее время Покурить и уколоться Пускали за деньги Теплое местечко для наркозависимых Ликвидировали полицейские В Новосибирской Первомайке К такому визиту пожилая хозяйка квартиры И ее 35-летняя дочь Оказались не готовы Однако правоохранители наглянули к ним в гости не зря В результате долгого наблюдения И оперативной работы полицейские выяснили В своем жилище женщины устроили Уютное гнездышко для наркоманов И за деньги пускали их покурить марихуаны Или употребить что-нибудь потяжелее Запрещенного в скромном жилище Оказалось предостаточно Как оказалось, гостеприимные хозяйки Сами покупали опасное зелье Делили его на разовые дозы А потом по сходной цене продавали визитерам В ходе проведенного обыска В квартире подозреваемых Оперативники обнаружили и изъяли 741 грамм марихуаны Использованные шприцы Героиновый раствор для внутривенного введения А также посуду, которая использовалась Для приготовления наркотиков Следователи возбудили уголовное дело По факту содержания притона И незаконного хранения наркотиков Обеим участницам семейного подряда Грозит до 18 лет лишения свободы Неспешная операция По утилизации снаряда Возмутила жителей частного сектора В Перамайском районе Новосибирска В полиции рассказали Почему мину, обнаруженную в фундаменте Продуктового магазина Изъяли только через несколько дней Сотрудников небольшого магазина Продовольственных товаров На улице Юбилейной, 13 Сбудоражила страшная находка Рабочие начали разбирать пристройку И в фундаменте обнаружили хвост Шестиперой мины Сразу же мы позвонили в полицию Полиция единственная инстанция Которая приехала, посмотрела Приняла от нас заявление А потом сапер, МЧС Все сказали, что мы в курсе И стали нас кормить завтраками Завтра, завтра Побывавшие на месте полицейские Осмотрели находку и сделали вывод Что она не представляет опасности Для окружающих Взрывчатого вещества внутри корпуса не было Значит, вероятность ЧП исключена Тем не менее, в рамках межведомственного взаимодействия Правоохранители сообщили о мини Коллегам из МЧС и военным А продавцы и покупатели местного магазина Продолжали ждать и бояться Время идет Вот у нас никто к нам не приезжает Мы обращались по горячей линии В приемную, в мэрию К дежурному прокурору Звонили тоже в курсе Приезжали из районной администрации Нашей Первомайской Тоже смотрели Ну, все так спокойно, ждите Оказалось, беспокойство Неожиданная находка вызвала Далеко не у всех жителей улицы Юбилейная Местный старожилов В прошлом бывший главный архитектор Первомайского района Геннадий Виноградов Уверяет, не опасную мину в 60-х годах Фундамент в качестве стройматериала Заложил местный подросток На стрелочном заводе Привозили снаряды для утилизации Уже обезвреженные А раньше, кроме опилок и шлака Ничего из стройматериалов не было найти Так вот, вместо наполнителя Может быть, здесь еще у кого-то Эти снаряды вместо щебенки Корпус мины вывезли только спустя несколько дней По факту обнаружения боеприпаса Сотрудники полиции проводят проверку Отравил не только насекомых, но и людей Заельцовский районный суд Новосибирска Вынес приговор дезинсектору Который в нарушение санитарных норм Без предупреждения Распылил ядовитый газ в подвале жилого дома В результате 4 человека Обратились за медицинской помощью Работы по уничтожению паразитов Доме номер 16 по улице Весенний Проводили осенью прошлого года По заказу управляющей компании Игорь Голосов приехал на объект Облачился в защитное снаряжение И спустившись в подвал Начал расстрелять ядовитое средство С помощью генератора горячего пара Операция заняла всего около 15 минут Однако произвела эффект Не только на скопившихся в подземелье блох Но и на сотрудников располагавшихся выше учреждений На детской молочной кухне Сразу почувствовали высокую концентрацию Удушающего газа И вызвали специалиста по охране труда Приехал, обнаружил, да? Вывел работников, закрыл издаточный пункт Вызвал заведующего, уведомил директора Уведомил медицинную катастрофу Все соответствующие службы Куковица урвала Ситников он мужчина Ему было полегче Все работники были отправлены в медицинские учреждения Для установления диагноза В больницу также обратились Еще двое пострадавших из стоматологии У всех четверых пациентов Медики диагностировали острый гастрит Кроме того, на молочной кухне Испортились продукты Которые пришлось выбросить на свалку Материальный ущерб составил Больше 10 тысяч рублей Вину за случившееся Возложили на дизинсектора Который в итоге ответил перед судом Органом предварительного следствия Уголосов обвинялся в совершении преступления В предусмотренном части 1 ст. 238 Головного кодекса РФ А именно в том, что он произвел Дезинфекционную работу Которые не отвечали требованиям Безопасности жизни и здоровья потребителей Что соответственно повлекло Причинение морального и физического вреда потерпевшим Правоохранители пришли к выводу Что истребитель насекомых При проведении работ Нарушил целый ряд санитарных норм В частности, перед распылением газа Он не проверил подвальное помещение На предмет герметичности А также не предупредил обитателей дома О грядущей химической атаке Правда, по последнему пункту Игорь Голосов пытался оправдаться Единственное прозвучало, что Предупреждать должен я Предупреждать должны представители О проведении обработки Тем не менее, подсудимый полностью признал вину И согласился на рассмотрение дела В особом порядке Разбирательство продолжалось чуть больше часа Поскольку Голосов ранее проблем с законом не имел А также сотрудничал со следствием Суд назначил ему наказание В виде штрафа на сумму в 60 тысяч рублей Причем осужденный должен выплачивать его по частям В течение года Леонид Лишенко, Артем Валевич, экстренный вызов Поживились государственной собственностью И ответили перед законом Бывшие руководители производственного объединения «Север» Структурного звена корпорации «Росатом» Выслушали приговор по делу о мошенничестве По версии следствия Аферу затеяли экс-директор по экономике и финансам Марина Кулагина И бывший начальник юротдела Владислав Зуев Подельники подготовили договор продажи Принадлежащий предприятию квартиры После чего Кулагина зарегистрировалась там По месту жительства И начала процедуру приватизации Однако реализовать схему не вышло Действия тандема выявили сотрудники ФСБ Следователи возбудили уголовное дело По факту мошенничества И приготовления к мошенничеству В особо крупном размере Помимо этого Владислав Зуев сознался Что уже неоднократно похищал деньги Своего работодателя Заключая фиктивные договоры Дело Марины Кулагиной Рассмотрели без вызова свидетелей И исследования доказательств Летом Калининский районный суд Приговорил ее к трем годам лишения свободы Однако отбывать наказание осужденное будет Когда ее ребенку исполнится 14 лет Владислава Зуева приговорили на этой неделе И наказали вдвое строже Ему предстоит провести 6,5 лет В колонии общего режима На этом все Информацию о происшествиях и преступлениях Сообщайте по телефону 310-2005 Он доступен по будням в рабочее время С 10 до 6 Повторы программы «Экстренный вызов» Смотрите в группе канала ОТС ВКонтакте Будьте осторожны и соблюдайте законы Оставайтесь на ОТС и увидимся Такси Гранд Авто – новое мобильное приложение Скачай в Google Play или App Store приложение для Такси Гранд Авто И заказывай такси еще дешевле Теперь заказ такси одним нажатием кнопки Подробности 3,5,5,10,10 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова